А почему обычно люди не могут выйти из-за трудительного положения? Это связано с тем, что они угрюмые, это связано с тем, что они разбитые или сконцентрированы на чем-то плохом. Смотрите, как устроена жизнь. Помните, я рассказывал уже два примера. Они, конечно, очень такие банальные, но все равно хотелось бы еще раз о них сказать. Помните, когда-то в своих вебинарах, вернее, часто в своих ступенях школы, в своих вебинарах я говорю о том, что не сознание формирует события, а чувство формирует события. Именно поэтому в случае, если человек формирует определенным образом чувства, то в его жизни формируется что-то другое. Итак, возьмем для примера материальное благополучие человека. Итак, богатый человек радуется, потому что у него есть богатство. Бедный человек страдает, потому что ему нечем заплатить и нечем проплатить, и он все время об этом думает. А теперь попробуем убрать материальное и оставим только духовное или чувственное. В одном случае он радуется, потому что он богатый, в другом случае он страдает, потому что он бедный. Если бедный и богатый убрать, то получается у нас намечаются две тенденции или два пути. Путь к радости, которая равняется богатству, и путь страдания, которая равняется к бедности. Таким образом, хочет человек или нет, если он начинает искать возможности для того, чтобы хоть каким-либо образом радоваться, сейчас я об этом скажу, он выравнивает свой материальный мир. Неважно, каким способом это произойдет. Это произойдет за счет того, что вы знаете тайны эзотерики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!